Продолжение следует... Можно повышать свою квалификацию, можно участвовать в международной конфиденции. Это все как бы те ступеньки, которые делают тебя лучше и совершеннее. И кроме того, есть различные проекты, которые в Казахстане для правозащитников. И поэтому все правозащитники должны активно ими пользоваться для того, чтобы иметь право выезжать, чтобы быть сюда, быть качественным наблюдателем, качественным защитником, чтобы отслеживать, мониторить. Но, к сожалению, в нашей стране правозащитники не могут ни на что влиять на ситуацию. Они могут констатировать, говорить. И все зависит от того, как власть слушает нас, принимает наше заключение или нет. Все делается для того, чтобы сделать людей, которые получают международные гранты, поставить их определенные такой рамки, чтобы зажать. И их деятельность носила очень ограниченный характер. И так как мы нефтяное государство, то международные грантодатели, они, как правило, из страны уходят, говоря, что у вас богатая страна. Вы можете сами финансировать. Но дело в том, что государство финансирует свои госзаказы, своими грантами неправительственной организации, которые связаны с самой властью. Прежде всего, это которые помогают контролировать общество. Но проблема в том, что нужно не контролировать общество, а развивать общество, делать его более свободным, более гражданским, более активным, чтобы началось движение. И вот у власти есть такое понимание, но она все равно делает ставку только на те организации, которые помогают ей осуществлять контроль и мешают развитию сознания, гражданской культуры и гражданского сознания в своей насилии.